Бокс 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 А цирк, он приручил тигров и львов. Они у него действительно ручные. Он показал, что он настоящий атлет. Но сможет ли он приручить соперника, мы сейчас увидим. Ваши аппетиты, в синего флоринга, Эдгар, унсурийский тигр, за башней, с братом и воспитанником. Простите, Алла Борисовна, ведите репортаж, потому что я просто уже мои связки не выдерживаю. У вас они гораздо лучше подготовлены профессионально. Да, за пашки прекрасно глядится, да еще с тигром. Но, вы знаете, он проиграет, он не проиграет, выиграет, он не выиграет. Он, даже по типажу, да, король ринга. Говорите, у вас есть собака? Была когда-нибудь собака? У меня четыре собаки. Извините, пожалуйста. Тогда, вы знаете, вот случайно говорят, что человек иногда становится похож на свою собаку. Только мне кажется, что Эдгар похож на тиг. На тиг, понимаете? Тогда я похожа все-таки на свою первую собаку, пуделя. Нет. Потому что у меня остальные мальчики. А, какая разница, господи, боже мой. Ну как, что же я? Ну что? Нет, ну что вы? Все собаки, все собаки прекрасны. Ну, тигры. Не знаю. Ай, как похож на башни на тиг. Какой пластичный. Посмотрим. Боковые судьи. Горстков. Калинкин-Пучков. Рефери. Юрий Копцев. Эдгард Запашный. Евгений Дятлов. Первый раунд. Я должен сказать, что весь этот проект, пока он шел, Эдгард летал из Казахстана в Москву, потому что он там был на гастролях с цирком. Но там же тренировался. У очень известного казахского тренера Леонида Тлеубаева. Он здесь, в голубом костюме, будет его секундировать в этом бою. Эдгард действительно никогда не занимался боксом и начал только заниматься перед проектом «Король Ринден». Ребята, мы боксируем, а не деремся. Так что... Я вас инструктировал, он развивался. Все-таки... Не бьем ниже пояса. Сторожный голову, не слушаем никому. По углам. Запашный это Запашный. А Дятлов это Дятлов. Да, Запашный все-таки он, я так думаю, более подготовлен. То есть вы будете за него? Сегодня готов? Думаю, что да. Да, хорошо. А я как питерский земляк, а Дятлова буду за Дятлов? Да, буду. Один раз они уже встречались в самом начале «Короля Ринга» и выиграл Эдгард. Так что Дятлову есть, Дятлову есть чем отвечать, за что бороться. Не только выиграть, но еще это сравнять личный счет. Понимаете? Ну что же. Поехали. Первый раунд. Может быть там покажут. Здесь Юля, жена Дятлова Жени, которая совсем недавно подарила ему дочку. И дочка Василиса тоже здесь крошечная. Месяца еще нету. Вся семья Эдгара Запашного и мамы и бабушки тоже здесь. Да, они привезли ее из Ленинграда, из Питера. Итак, первый раунд. Пока разведка с дистанции. Запашный напоминает Дятлова. Как страшна его левая рука. Вот так, видите, прощупывает, прощупывает. Тут пять раундов, а не три. Пять, а не три. Очень многое зависит от того, как они физически подготовлены. У Эдгарда тяжело болит правая рука после одного из боев. Видите, даже замотана. Видно даже повязка. Чуть-чуть останавливается за важной правой дистанцией. Дятлова достигает цели. Это симптом такой тревожный для Эдгарда. Нужно быть внимательней. Сможет ли он включить свою правую руку? Он чрезвычайно мужественный человек. Он вышел боксировать, несмотря на то, что каждый удар правой доставляет ему дикую боль. До сих пор, уже месяц с лишним прошел. Боже мой. Я же не знал. Это очень существенно. Это бокс. Это не шашки. Давайте сразу ему дадим короля. Я думаю, что он не захочет принимать такой подарок. Он перехватывает инициативу. Эдгарда идет вперед. Дятлов 130 пропустил. Два-три удара в голову. Но бой в первом рауне не закончится. Евгений, подними правую руку. Ты пропускаешь. Ты на боковой левой. Гон в пользу Жени.